Коллеги, добрый день! Это серия видео про то, каким должен быть руководитель отдела продаж. Итак, для кого это видео? Во-первых, если вы собственник бизнеса и сейчас начинаете выстраивать свои процессы продаж, нанимать руководителя для того, чтобы он мог взять на себя ответственность за коммерческий департамент, это видео для вас. Оно поможет разобраться, как нанимать роббо, какими компетенциями он должен обладать и, собственно, на что обращать внимание при коммуникации с ним. Второе, если вы руководитель отдела продаж, тоже посмотрите это видео, вы сможете понять, где вы уже супер красавчик, какие, возможно, части, сферы вам необходимо качнуть для того, чтобы продолжить свое развитие, ну и, соответственно, для того, чтобы это был некий такой чекпоинт по тому, что уже сделано, а что можно улучшить. И если ты менеджер по продажам, но тоже хочешь расти в руководителе и, например, находишься в такой же ситуации, как и я несколько лет назад, когда расти хочешь, но непонятно как, что нужно качать, нужно ли это делать, может быть, так уже все хорошо, то тоже посмотри, тебе станет намного понятнее, как выглядит работа руководителя отдела продаж. Поехали. Итак, как говорил Альберт Эйнштейн, все следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того. Поэтому наша таблица, вот эта майндкарта, это чисто мой опыт, опыт моих коллег приближенных. Я более чем уверена, что в каждой сфере есть свои особенности, ну и плюс на разном этапе развития компании тоже что-то добавляется, что-то убирается и опять же все зависит от самого уровня развития личности, профнавыков, личностных качеств. Тем не менее, мы собрали сюда вот такой must-have, что должно быть в любом случае, поэтому давайте начнем с профессиональных навыков. Итак, условно, профнавыки мы разделим на четыре части. Это продажи, контроль, работа в команде и подбор. Продажи. Первый такой важный момент, что моя личная рекомендация. Нельзя брать робо, у которого нет опыта личных продаж. Руководитель отдела продаж должен иметь определенный бэкграунд, закрытие сделок, ведение клиентов и хороший уровень коммуникации. Почему это важно? Во-первых, если ты сам не являешься классным продавцом, тебе будет крайне сложно анализировать, правильно ведут клиентов, менеджеры или нет. Второе, ты не сможешь подключаться и дожимать клиентов, а роб должен это делать, это одна из его функций. Третье, руководитель отдела продаж будет проводить планерки, будет проводить разборы, тренировки и давать свою обратную связь менеджерам, продажам. Показывать пример. Если у тебя нет личного навыка классных продаж, это будет всегда считываться, и ты перестанешь быть авторитетом для своих менеджеров. Это как бы, знаешь, ты будешь давать советы, но сам как будто бы не принимал участие в подобных ситуациях, и это будет похоже на поговорку про мешки и про то, как сложно их ворочать. Поэтому роб должен иметь навык личных продаж, без этого никак. Так, поехали дальше. Аналитика. Что здесь? Во-первых, руководитель должен понимать, как составить план отдела продаж. Соответственно, этот план я знаю и понимаю, как его декомпозировать по продуктам, декомпозировать по менеджерам по продажам. Если это действующий отдел продаж, основываясь на предыдущих результатах, основываясь там, если это онлайн-школа на мероприятиях, которые планируются, либо основываясь на том, какие изменения в целом и как у нас будет выстроен маркетинг в следующем месяце. Второе. Я умею составлять систему KPI, знаю, как работают грейды, ну, то есть в зависимости от того, сколько закрыл сделок менеджер, он получает тот или иной процент, я умею их считать. То есть очень важно, чтобы роб понимал вот эту математику, которая позволит компании, соответственно, больше зарабатывать. Это, кстати, пример с тем, как стартует большее количество компаний, когда они привязывают, есть у менеджера клад, есть у менеджера процент, и условно, если выручка компании растет вот так, то и заработная плата менеджеров растет вот так. И в какой-то определенный момент это становится просто обкрадыванием компании, потому что чем больше вал, тем больше процесс, ну, процент менеджера, тем больше он зарабатывает, тем больше фонд оплаты труда, тем меньше, соответственно, бьется сама экономика по заработным платам. Поэтому очень важно, чтобы было не так, было вот так. Но я думаю, об этом мы запишем отдельное видео, то есть очень важно понимать, на каком этапе компания находится, и нельзя просто делать процент, это в какой-то момент становится нерентабельным. Итак, умение работать с таблицами. Да, есть CRM-системы, есть различные системы по управлению командой, но от таблиц, как правило, никто не уходит. Важно создать, чтобы Роб понимал, как считаются базовые, да, вот эти вот формулы в Excel, чтобы он мог составить нормальную инфраструктуру для отделов продаж, чтобы менеджерам, линейному персоналу, линейным специалистам было понятно, что, откуда и как. Это важный навык. Понимаю структуру построения отделов продаж. Что здесь? Во-первых, это воронки. Знаю, как выстраивать воронки первичных, повторных продаж, реанимации, если есть такой процесс, как холодный прозвон. Скажете вы, это должен делать собственник бизнеса, это должен делать интегратор. Безусловно, это должен делать и собственник бизнеса, и это должен делать интегратор. Но интеграторы – отдельная тема. Рынок интеграторов AM и CRM насчитывает более 12 тысяч интеграторов разных, и они прям абсолютно разношерстные. Кто-то стоит столько, кто-то стоит столько. Одни работают так, другие работают так. Но правда в том, что, как правило, интеграторы выходят либо из продаж, то есть они понимают, как строится воронка, но, как правило, не особо сильны в сложных каких-то интеграциях. Либо это чистые технари. Как правило, технари не всегда понимают, как должны быть выстроены процессы продаж. У них нет образования, нет навыков определенных личных датам продаж, руководством отделов. Не всегда. Но, к сожалению, как правило, интеграторы не всегда здесь могут помочь, поэтому это должна быть синхронизация руководителей, собственника бизнеса. То есть должны быть определенные, ну, в зависимости, опять, от компании, это могут быть бизнес-аналитики, да. Ну, в общем, должно быть понимание у РОПа, как выстроены этапы продаж, как выглядит ключевой этап воронки продаж, как до него дожимают, какие есть точки касания, какие задачи должны делать менеджер на том или ином этапе. Это важно. Так, поехали дальше. Процесс продаж. Формирование материалов для отдела продаж. Что здесь? Умею писать скрипты. Во-первых, это знание структуры продаж, да, знание соблюдения этапов, умение отражать их в рамках скрипта. Второе, это лаконичность речи. Видели эти скрипты, которые вот такие вот большие, абсолютно непонятные? И вот если ты начинаешь с них читать, у клиента взрывается мозг, поэтому здесь важно, чтобы была супер лаконичность, передаваемая информация. Также важно уметь писать скрипты для разных ситуаций, для разных клиентов, для первичных повторных продаж, для реанимации, для холодного прозвона и для других процессов. Потому что нельзя пользоваться одним скриптом или даже для разных категорий, да, клиент. Он просто не будет работать. Это важно понимать. Знание разных техник, отработки возражений, умеет составлять отбивки по этим отработкам. Тоже супер важный и крутой навык. К сожалению, есть не у всех ропов. Далее. Могу составить структуру продающей встречи. То есть есть скрипты, это звонки встречи, это, как правило, онлайн, оффлайн встречи, когда у вас уже идет этот тест либо с клиентом один на один, либо там с клиентом и с менеджером, и там несколько партнеров по бизнесу, несколько там отраслей, да, собирается. То есть здесь совсем другой навык, опять же, формирование вот этой структуры продающей встречи. Что здесь? Умение анализировать потребности клиента, правильно задавать вопросы. Если ты менеджер, изучи, углубись прямо в спин методику. Вот это то, с чего нужно начать. То, с чего нужно начать. Поехали дальше. Продажи по переписке. Благо, сейчас много курсов, видео, каждый уважающий себя, специалист по продажам старается что-то об этом написать, поэтому вот в эту тему тоже нужно углубиться. В принципе, логика всегда сохраняется, что личная встреча круче, чем Zoom, Zoom круче, чем звонок, звонок круче, чем сообщение в мессенджерах, сообщение в мессенджерах лучше, чем сообщение в e-mail. Опять же, сейчас есть тенденция в том, что большая часть клиентов, они переписываются, им просто это удобно. Плюс, если у вас транзакционные продажи, вы отгружаете какие-то продукты, продаете курсы, ну, как правило, да, то здесь часто люди покупают в переписке, и тут важно ввести правильную логику, да, там, опять же, коммуникации с клиентом. Либо, если у вас все-таки экспертные продажи, и ваша задача вывести клиента на ключевой этап, там, на тест-драйв, на встречу, важно уметь вытаскивать клиента из переписки в диалог, в живой диалог. Это тоже два разных навыка, и роб должен понимать, как они работают, и как, собственно, написать структуру, некую карту процессов для менеджеров по продажам. Итак, по продажам вроде все. Пойдем дальше, контроль. Итак, что здесь? Первое, я умею делать тайные покупки в своем отделе продаж. То есть, есть шаблон и методология процессов, то есть, я понимаю, как анализировать своего менеджера по продажам. Мы записали видео, вернее, я его записывала для одного из знакомых, с которым познакомилась на конференции. Я не думала, что мы его выложим, тем не менее, у нас в YouTube есть видео, тайные покупки, можно его посмотреть. Я пользуюсь там одной из таблиц, которая есть в нашей команде. Можно ее взять за основу, как раз-таки для того, чтобы потестить, как работают ваши продавцы. Второе, поддержка навыка личных продаж. Роб не должен продавать, но он в любой момент должен позвонить, провести просто мастер-класс, закрыть клиента и вот показать своим ребятам, как надо работать. И второй момент. Роб в любом случае подключается, как правило, к сложным сделкам, к сложным переговорам. Поэтому навык личных продаж, он должен быть постоянно. Роб важно и нужно тренироваться, потому что, когда уходишь в процесс чисто руководством, да, там, компанией, аналитикой, анализом того, как работают твои менеджеры, то немножечко начинает меняться, исчезать та самая профдеформация продавца, которая должна быть. Пойдем дальше. Анализ звонков. Что здесь? Первое. Соблюдение структуры продажи. Важно чекать, что есть факт закрытия менеджером. Есть дополнительный факт до продажи, да, что клиент, менеджер пытался повысить чек по сделке. Плюс есть отработка возражений до трех отказов. Это очень такие базовые вещи, на которые важно нужно обращать внимание руководителю отдела продаж. Опять же, вот все, что касается блока контроля, его, по идее, можно делегировать на отдел контроля качества. Можно и нужно это сделать, потому что, ну, нужен больше контроль, чем можно сделать один руководитель отдела продаж, плюс у РОПа много других задач, но руководитель, тем не менее, всегда должен включаться, быть в уще событий для того, чтобы понимать, как качать того или иного менеджера. Итак, контроль работы менеджеров в CRM-системе. Тоже можно и нужно отдать на ОКК, но РОП, тем не менее, на ежедневной основе должен контролировать, чтобы CRM-ка велась правильно. Первое. Это лимит сделок на менеджеров по продажам. Видели такие CRM-ки, когда воронки все забиты сделками, там сидит три менеджера, у каждого там по 150 клиентов он ведет, и закрывается вот такое вот количество сделок. Важно, чтобы был лимит на сделках. Например, ну вот, средний, вот на наших, да, например, проектах. Если это онлайн-школа, то есть достаточно быстрый цикл сделки, постоянный прогрев вебинарами, какими-то дополнительными рассылками с Git-курс, не может менеджер вести эффективно там более 60 сделок. Ну, разорвется. Если у вас экспертные продажи, где долгий цикл сделки, где общаешься с первыми милициями компании, где нужно постоянно открыть точки касания, ну вот 35 максимум. Иначе начинается расфокус, начинается вот какая-то потеря клиентов, и большую часть ты не дожимаешь. И приходим к тому, что менеджеры закрывают клиентов категории А, то есть это кому нужно, нужно, важно, и прямо сейчас они хотят купить. А клиентов категории Б менеджер не закрывает. А Бшки, их там, как правило, большая часть находится в воронке. Это те клиенты, у которых есть деньги, но им не супер быстро надо. То есть их нужно подогреть, общаться с ними, коммуницировать. Как правило, если большее количество сделок на менеджере, ну, могут и просто не делать, он закрывает ашик, что в целом вполне логично. Если сделать этот лимит, он будет намного более кропотливо работать с клиентами категории Б. Спросите вы, что же тогда делать с остальными? Нанимать больше менеджеров по продажам. Хороший моб себя всегда окупит. Так, поехали. Общие правила. Это про CRM. Итак, есть, получается, я здесь зафиксировала пять ключевых правил, которые должны быть при любом раскладе. Первое. Соблюдение этапов в воронке. Не должна сделка прыгать между, из этапа в этап, перескакивая какие-то промежуточные этапы. Почему? Потому что у вас не будет аналитики нормальной. Вы через список событий, через базовую аналитику CRM-системы не сможете понять, сколько у вас, как у вас реально объективно строится воронка. Поэтому движение сделки должно быть из этапа в этап. Если у вас, как бы, сделки скачут, посмотрите на то, как отстроена воронка. Либо этапы выстроены неправильно, либо менеджеры не понимают цены и ценности, почему это важно, нужно вести. И, соответственно, в свою очередь, плохо ведут CRM-системы. Второе. Нет сделок без задач. Ну, тут, я думаю, понятно. Нет задачи, не двигаешь сделку по воронке продаж вперед, не продаешь клиенту. Что здесь можно сделать? На регулярной основе в CRM-систему вечером заходите смотреть, чтобы не было сделок без задач. Сказали раз, сказали два, не получается. Привязали отдел контроля качества, привязали систему мотивацию. К этому, поверьте, не будет больше сделок без задач. Сделки на актуальных этапах. Ну, я думаю, это тоже понятно. То есть, это порядок в CRM-системе. Это, если они у вас будут на актуальных этапах, вы сможете отслеживать цикл сделки, нахождение на том или ином этапе, промежуточные моменты, да, где могут застревать сделки. То есть, не должна быть сделка быть на этапе счет отправлен, если клиент уже оплатил. Либо, если клиент-то уже квалифицировали, он не должен быть на этапе взяли в работу. Далее, заполнение карточки сделки. Здесь поля примечания. Благо, в CRM-системе почти любая сделала обязательные поля, поэтому сделку нельзя будет перевести на следующий этап, если менеджер не заполнил обязательные поля по клиенту. Зачем вам это нужно? Вам это нужно для того, чтобы собирать аналитику. Менеджеру это нужно для того, чтобы продавать. И это огромная боль, это первая точка роста. Если менеджер не заполняет примечания, у него нарушен лимит сделок, продает он плохо. Потому что он регулярно заходит в новую сделку, он смотрит коммуникацию по ней, чтобы вспомнить, как позвонить, пообщаться с клиентом. Если у него нет примечаний, если у него не стоит задача с развернутой задачей, что нужно сделать, он работает менее эффективно и намного более медленно, чем если бы карточка велась верно. Важный момент, обратите на него внимание. Так, нет сделок с просроченными задачами. Ну, как бы здесь понятно. Просрочил задачу, твоему клиенту продает кто-то другой. Поехали дальше. По контролю все. Работа в команде. Итак, здесь тоже, ну, понятно, очень базово. Совещание, координация, коммуникация и умение продавать свои идеи. Пойдем. Что значит совещание, координация? Первое, это умение их проводить. Не затянуто, по делу, четко, со структурой. У всех должно быть понимание, что они пришли сюда для того, чтобы отчитаться по результатам своего дня, либо там решить этот вопрос. То есть, должно быть емко, четко и понятно. Соответственно, с командой и с руководителями. Кстати, напишите, пожалуйста, комментарий. Если вам интересно послушать о том, как мы проводим планерки совещания в нашей команде, рекомендуем это делать нашим клиентам. Мы, соответственно, запишем для вас видео, чтобы поделиться опытом. Итак, далее. Умение проводить крутые мероприятия для менеджеров. Конкурсы и тренировки. Это суперважная история для того, чтобы поднимать менеджеров по тону, для того, чтобы их растормашивать периодически. Конкурсы и тренировки – очень важный блок в процессе управления командой. Пойдем дальше. Коммуникация. Знание основ менеджмента. Понятно, по менеджменту написано очень много разных книг. Я искренне рада, если у вас был хороший наставник, либо сейчас у вас есть наставник, который может вас в этом подтянуть. Я назову несколько таких базовых вещей, которые на самом старте менеджеру должны помогать. Руководитель, если ты видишь, что твой роб нарушает вот эти базовые принципы, то уже нужно задуматься над тем, что происходит не так, либо обучить, либо поменять. Пойдем. Первое – это позитив. Общий негатив – это тет-а-тет. Хвали. Прилюдно. Ругай отдельно. Это базовая история. Для того, чтобы не демотивировать никого, для того, чтобы не раздувать, не вступать в конфронтацию с кем-то, важно позитив выносить в общие чаты, на общей планерке, а, соответственно, какую-то негативную обратную связь, либо о точках роста говорить тет-а-тет с человеком. Второе – это планирование. Вот важная вещь. Почти нигде она не соблюдается, ну, мало где она соблюдается. Есть хорошие компании, есть хорошие процессы, но важно, чтобы планирование дня, планирование недели было обговорено заранее. Никакого чайка менеджмента, особенно менеджером. Это линейный специалист. Ему нужно звонить, продавать, звонить, продавать. Если постоянно устраивать некие вбросы каких-то обучений, продвину какой-то непонятной базы, там, еще что-то, менеджер будет работать намного менее эффективно. И руководитель должен это четко понимать. И второй момент – нельзя просто спускать вот эти вот задачи. То есть сегодня нам нужно сделать 5 миллионов. Нужно вот четко понять, ну, как бы разобраться, как мы можем это сделать. Четенько, из этапа в этап, из этапа в этап, чтобы у менеджера шока никакого не было. И для того, чтобы был порядок действия, а не просто вот какая-то эфемерная задача, как похудеть на 100 миллионов килограмм, не понимая, как это сделать. Итак, и последний момент. Вот тоже инсайд моего личного опыта. Руководитель несет ответственность за коммуникацию. Если ты хочешь, чтобы у тебя были классные коммуникации, здоровые отношения с твоим отделом продаж, если ты являешься руководителем, ответственность в первую очередь на тебе. Не нужно ждать, что мопы в какой-то момент придут, и вот как-то настроят вашу коммуникацию. Как правило, за адекватность коммуникации ответственность внесет руководитель. Это важно. Так, давайте еще чуть-чуть. У нас остался последний блок. Умение продавать идеи. Удивительно, но когда ты перестаешь быть менеджером по продажам и становишься руководителем, продавать тебе нужно еще больше. И, как правило, еще сложнее это делать. Потому что идеи нужно продавать в первую очередь себе, во-вторых, команде, в-третьих, другим руководителям. Ну, твоим руководителям, либо, да, там, линейным коллегам. Поэтому навык личных продаж нужно прокачивать всегда. Так, поехали дальше. Последний блок. Да, последний блок. Это подбор. Итак, тут, опять же, спорный момент. То есть, роб какое он отношение к подбору имеет. И это вообще не моя шляпа. Этим должен заниматься HR специалистом, руководитель. Ну, кто угодно, но не роб. Я здесь немножко, в любом случае, дам этой информации. Потому что, если ты подбираешь для себя команду, тебе нужно понимать, кого ты хочешь видеть, как выглядит процесс. И если вы, к тому же, на старте, то роб будет принимать участие в подборе, если там нет HR специалиста пока. Или если его заменяет какой-то другой сотрудник. Итак, что здесь базово важно понимать? Во-первых, какой аватар менеджера будет продающим? То есть, кого ты хочешь видеть в своей команде? По четким, понятным критериям нужно составить аватар, чтобы ответственное лицо, при найме, мог понять, относится ли этот человек с критериями, которые задал роб, там, либо руководитель, или нет. Второе. Тестовые задания. Пожалуйста, пропишите тестовые задания. Вот эти грустные истории, когда руководителю дают пять, пятерых потенциальных кандидатов, он тратит свое время, если еще не отстроена структура обучения нормально, он сидит, учит, а не уходит. Сидит, учит, а не уходит. Времени очень много отнял этот человек, отнял энергии, и вот уже ты начинаешь втухнуть, потому что каких-то непонятных людей тебе приводит HR департамент, хотя собеседования прошли не очень даже ничего. Тестовые задания помогают понять, насколько человек реально отвечает этим компетенциям, а насколько он просто посмотрел видео на YouTube про то, как посмотреть, как пройти собеседование, чтобы тебя взяли. Поэтому, опять же, если вам интересно, напишите. Мы дадим какую-то небольшую водную часть, как мы составляем тестовые задания. А если вы сейчас планируете нанимать руководителя отделов продаж, мобов, напишите нам, сможем вам с этим помочь. Итак, знаю, как провести собеседование. Это знание проведения структуры. Часто менеджер собеседует руководителя. Знаю, как адаптировать менеджера. То есть, менеджер успешно проходит адаптацию. Соответственно, у него выстроен адекватный и понятный план продаж с конечной целью, с подпродуктами, которые он должен сделать. То есть, весь этот цикл робко и полноценно может исполнить и закрыть на себе. Итак, вот такая майнд-карта у нас получилась. Каким должен быть руководитель отдела продаж? На что важно обращать внимание. В следующем видео мы разберем про то, какие должны быть личностные качества у руководителя отдела продаж и как понять, тот и тот человек или нет. Я желаю вам удачи. Я желаю вам, чтобы вы смогли найти себе классного роба, который поможет вам отстроить процессы, который возьмет на себя ответственность. и действительно сможет помочь вашей компании сделать еще больше продаж. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok